Апамильон Калантарова Добрый вечер еще раз, дорогие и уважаемые гости, родные и близкие. Добрый вечер. Когда ваш отец умер, это был мудринолхоз, была пятница, так, по-моему, да? Чфер. Да, я почему подумала пятница, потому что подготовка шла к пятнице. На кухне я была, откровенно. Он был нам настолько близок, как родной брат, что я не выдержала, дома никого не было. Сказали, что уже похороны будут. Мы, конечно, я быстро собралась, все оставила и пошла. Прежде всего, конечно, слезы душили меня, потому что, на самом деле, мы говорили, мы так, рабай наш, он из самого Самарканда, очень много проводил разных мероприятий, и в том числе, когда умер у нас наш первый внук, ну, он маленький, только вот родился, два дня пожил, и все. У меня обратились мои родные, был такой, как его звали, Иосиф? Друг твоего дяди Давида, я его фамилию забыла. А он оказался, он хотел проводить все эти мероприятия, и даже идти на похороны, а он был Куэйн, ему нельзя. И все равно он хотел идти. У меня сын, он занимается тоже турой, сам самостоятельно, сам над собой работает. Он сказал, нет, мама, мы его не будем звать, мы позовем дядю Илюшу, только он может быть с нами. Куэйн, он нельзя. Я не знаю, почему, говорит, мужчина согласился. Вот, и таким образом, конечно, мы позвали Ахматку на дядю Илюшу, и он нам все эти мероприятия проводил. Я шобаганэгин Гоша. Аброх, шамьи Горбоша, баамикимон. Ну, как здесь вот сейчас наш Рабай говорит, это продолжение рода, рода Акиловых, тех, которые близки к Богу, к Тори, которые много что знают, понимают. Сегодняшний вечер я вам хочу сказать тоже еще раз за этот вечер спасибо. Очень много было настолько всего интересного, что все тихо слушали. Хочу поблагодарить Беника нашего, дядю Давида, всех, кто выступал. Боже, это Аяза, Нома. Дай Бог, чтобы на радостные дни ко всем ходили. Ну, что касается нашего папы, он был, конечно, из очень благородного рода. Я на то, не было. У него звали его папу. Ахматку на Биви, золотова бабушка наша была. Она родила прекрасных детей. Ахматку на Девима, Томо, Рамима, Шоша, Рамима. Они все были очень грамотные, очень интересные люди. Аббуд у них был большой, хороший. А я хочу сказать, и также со стороны моей мамы, и мы все, хочу сказать, дети моих родителей, мы выросли в очень благородной семье, очень доброй, простой семье. Папа наш был очень интеллигентный, он был изнутри интеллигентен. Было такое время, что не было у них советского образования, но Туру они знали очень и очень хорошо. Тут очень много хвалили моего брата и Нину Тутин. Они заслуживают этой похвалы, потому что они на самом деле каждый год это все отличают. А что касается Домитаки Могутанки, я написал, что мы с вами додали в Михаиле Ниночке. А чего найти он худе? Нину папа худышок, а мы из Самарканда, бачила графтер, мы срок один, домотшона, Михаиле моем. Да, это нелегко было идти из Самарканда туда. Папа его пригласил. Да, Феда, Феда, да, пои Феда. Это вот они рассказывали. Нина Рахман, Кулакадаратона, Аджо Инех, Ама Брумдаги, поэтому, конечно, судьба так сводит. Вот как наш Дом Лог говорил, это все связано, все это делается на небесах под Богом. И поэтому, видно, вот так вот сходятся наши люди и создают семьи. Рахман Кулакадима, он был очень интеллигент, он был очень уважаемый человек. На свою жизнь он поменял очень много разных профессий, и в конце концов он остановился на том, что он стал фотографом кабинетным во всем Пайрычском районе. Папу знали все. Все очень сильно кланяли зиму и никогда нас не обижали. Мы жили в районе, но все мы были очень уважаемы благодаря нашего отца и нашей мамы. Вот в годы войны папу призвали, когда в армию. Мама, вот как тут уже сказано было, она распрашивала мудрым, она... Помочь! Да, она... Она отдала свой дом только для того, чтобы папа остался. А папа ее за это научил в пяти минутки, чтобы она фотографировала и могла содержать семью. Но если папу хоть и не взяли на фронт, его оставили при военкомате, чтобы он до призвельников вот собирал, мама пятиминутку фотографировала, и из Челека везли их в самаркандский военкомат. И вот это... Нет, не всегда пешком. Но он говорил, ему добавили пистолет, и если будет дезертир, все, он мог стрелять, и все такое. Ну, эти годы прошли пять лет, папа остался жив, папа остался жить вот с мамой и худого шкур. Они прожили хорошую, дружную жизнь. Жили мы в районе по такой причине. Мамы восемь первых детей умирали. И ей одна женщина, она то ли таджичка, то ли узбечка была, она сказала, когда мама плакала, рассказывала это все, а шара том, гардает густая. И они жили в самарканде всегда. И они вынуждены были, переехали жить в Челег. Но Челег был, как говорят, Ташкент был город хлебным. Вот такой же был Челег. Там было всего полно. Все, кто из самарканды, из далеких этих районов, все ехали туда покупать кур, фрукты, овощи, индюшек особенно, к Пасхе и так далее. Вот такой был у нас район. Мы очень там жили, мы на самом деле очень богато не жили, но жили в хорошем достатке. У нас всегда все было. И когда приходили к нам друзья, подруги, никогда они им дадут, ну, худешмогашкас, бойночу дедер, дедо, дедо, такого разговора никогда не было. Всегда вот они давали дополнительные ложки, вилки, вот так вот. Мы выросли, я не помню, что как-то папа нас бил. Или еще что-то, но такого не было. Дедим дедов, Марди Факет, как у нас говорят, он не слышал никогда, чтобы он матом ругался, или чтобы давать делал, такого не было. Он очень был интеллигентнее изнутри. На все наши собрания, школы, на все наши мероприятия за все это было ответственно наш папа. У нас в районе не было света после 12 часов. И вот до 12 папа нас собирал за ужином, когда мы покушаем, они там девочки убирали со стола, он начинал, мы не медл дадим, от ура, мы гошка даме, на самом интересном месте он останавливался. Больше всех Михаэль наш кричал, дедам, богуя, дедам, богуя, дедам, джонни, дедэш, ходи, света, мякуша, шуах, тихоусу, бомонды, шпагэ. И вот так вот мы жили очень дружно и красиво. Потом придумали лото еще плюс. Я помню, мы играли все в лото, а папа, чтобы бачо, когда сошел лишний пуль нашего густо, играли на деньги причем. Он все время говорил, кейки бурет пули густо митяй. А Мишель мог клоун судить. На самом деле в хорошей, дружной семье. Это самые бриллиантные годы. Когда мне бывает на Дусыксе живой, я все время стараюсь вспоминать наш членер, наш родной, любимый район порядокский. Много, конечно, можно что еще рассказать. Я не хочу больше вас задерживать, но рахматку на подру модру еще раз рахматку на кулаге дай Бог здоровья нашей тети Нине и там тети Розы израиль. Я знаю, что они все с моими вибрациями проводят этот вечер. Проводят вспоминальный вечер и с удовольствием мы все вспоминаем рахматку. Спасибо всем еще раз. Жак-барон. Спасибо. Продолжение следует...